Итак, недельная глава Торы называется «Китеса», что означает «Когда будешь исчислять». Это книга «Исход», шмот. Значит, глава начинается с 30-й, с 30-й главы по 34-ю главу. Она большая, эта глава, то есть там очень много событий, можно развивать много тем. Но так как у нас немного времени, мы поговорим об одной. Значит, краткое содержание. Что эта глава нам говорит? То есть евреи получают повеление принести в святилище полсикля в приношение, именуемое в искупление своей души. Что это означает? Это как налог в пользу скини. Также этот налог рассматривался как выкуп, как защита от болезней и бед. И здесь, интересно, рассматривается идея моей цены и жертвы. То есть всегда, как бы, да, Писание говорит о том, что мы должны, ну, если что-то иметь, мы должны платить цену. И здесь, да, указание на Ишова, то, что мы достались Ишова дорогой ценой. Он заплатил за нас свою жизнь. И там мы читаем то, что, да, они приносили полсикля. То есть, да, древний сикель – это денежная единица золота и серебра. То есть это не та единица, которая сейчас там, да, ну, там, да, там, шекель, да, там, или сикель, вот, который измеряется там, да, там, по отношению к гривне, там, 6 гривен. Нет, то есть эта единица, она измерялась в 11,4 грамма. То есть, ну, мы можем посчитать, если перевести, то есть это довольно, как бы, не маленькая, как бы, сумма, которую они приносили. Также дается указание об изготовлении медного умывальника, маслопомазания, смеси для воскурений. Потом избрание мудрых ремесленников, Веселиил и Аголиаф, да, которые для назначения руководить возведением святилища. Соблюдение субботы, да, шаббата. Потом дальше, самое такое интересное, как бы, да, народ склоняется кидало поклонству. Мы об этом больше заострим внимание. Реакция Господа на это действие и ходатайство Маше за народ. Бог дает вторые скрижали, как второй шанс следования за Ним. Итак, я хочу прочитать книгу «Исход», 32 глава, 7 стиха. То есть мы знаем эту историю, то, что, да, Маше на горе получал заповеди, он разговаривал с Богом. Прошло достаточно времени, ну, Библия говорит, да, Слово Божие, то, что это было 40 дней, он как бы разговаривал. Народ не дождался, да, и мы знаем, что он подошел к Араону и говорит, мы не знаем, что там случилось с ним, что произошло, жив он, не жив. Значит, нам надо как-то что-то делать, как помните, да, то есть думать, нечего, трясти надо, да, как это в этом, то есть, значит, давай мы сейчас создадим себе Бога, там, сольем тельца и так далее, и тому подобное. То есть мы не знаем, что там произошло с Моисеем. То есть народ не дождался, и вот я читаю дальше, 32 глава книга Шмот, 7 стиха. «И сказал Господь Маше, поспешись, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделай себе литого тельца, и поклонились ему. И принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. «И сказал Господь Моисею, я вижу, что народ сей, и вот народ, он жестоко войны, и так оставь меня, да, воспламениться гнев мой на них, и исреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». И интересно, мы знаем, что когда народ, он вышел из Египта, да, то есть все вышедшие люди из Египта, евреи, там были и неевреи, египтяне, да, то есть они видели чудеса Божьи, то есть они видели, как Бог выводил. Это 10 казней, они видели рассечение Черного моря, да, то есть Красного моря, то есть они видели тоже в этом чудеса. Они стояли у горы Синая, слышали голос Божий среди огня, который говорил им, то есть они разговаривались с Господом, то есть, да, и после всего этого, как, вопрос, как могло случиться то, что случилось, что они сделали, как бы, золотого тельца. Есть такое, как бы, да, высказывание, то, что народ, он вышел из Египта, но Египет, он не вышел из этого народа, то есть они, как бы, остались, потому что они находились долгое время, но Писание говорит, что они конкретно находились в рабстве, там, больше 200 лет, там, по-моему, 210 лет. То есть, как бы, в общем, 430 лет, ну, там, как бы, да, от, там, и, вот, да, Якова, а получается так, в общем, то есть именно вот они были, как бы, нахождение в Египте 210 лет. За это время они видели все, что происходило, это где-то пропиталось внутри у них, вот, и они стали, ну, то есть, как бы, да, то есть сделали себе идола, да, а что такое идолопоклонство, да, то есть это подмена истинному, да, как бы, ну, то есть, или вместо, помните, да, написано, что Антихрист, он будет, как бы, вместо, вроде как, это и он, но это не он, то есть это вместо, то есть, да, это подмена. И что произошло, я хочу, как бы, затронуть один важный момент, то есть, да, что произошло, то есть они не дождались. Я бы хотел бы поговорить о таком качестве, как терпение, то есть терпение, это как качество или как характеристика, и Писание, оно где-то указывает на этот момент, это Псалом 105, там такие слова, «И спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага, воды покрыли врагов их», то есть, понятно, что Давид, он говорит об этой ситуации, да, «Ни одного из них не осталось, и поверили они словам его, и воспели хвалу ему, но скоро забыли дела его, и не дождались его изволения». То есть, не дождались, вот что-то произошло, вот, и знаете, мы живем в мире, что такое качество, как, мы живем, качество, как терпение встречается очень редко. Мы можем видеть, да, то есть все куда-то спешат, все спешат, я часто езжу в машине, я смотрю, что все обгоняют меня, скажу честно, я тоже иногда обгоняю людей, я сегодня тоже спешил. К сожалению, я как-то немножко не спланировал свое время, я очень спешил, я про себя говорил, что мне нужно успеть, и мы видим, да, то есть, что мир, он всегда куда-то спешит. Хорошо, когда вам иногда скидывают какие-то, допустим, цитаты, они очень длинные, всегда вы их читаете? Вы думаете, вау, ну так сильно длинно, хотя бы покороче бы, чуть-чуть бы, да, то есть, ну, то есть, и как бы вот мир всегда стремится к что-то по-быстрому, тем более сейчас как бы молодежь, мы смотрим, да, то есть всегда, ну, что-то быстро, по-быстрому, такими именно как бы файлами. Кстати, в жизни принимали кто-то из вас именно быстрые какие-то решения, а потом думали, ну, вот поспешил я, да, то есть, ну, поторопился, надо было все-таки как-то объективно все посмотреть, подумать. Ну, были такие вещи, как бы, да, то есть, ну, то, что мы где-то… Иногда, может быть, нужно делать быстрые решения, но вот в контексте этого, ну, нежелательно. Мы знаем, что библейский пример, и вспомните пример с Саулом, да, когда он не дождался пророка Самуила, да, то есть, и по вине своего отца, сыновья Саула, первого царя Израиля лишились возможности стать наследниками царского престола. Почему? Потому что он не дождался Самуила, да, то есть, потому что не в его обязанности входило, ну, как бы, приносить жертву. Почему? Потому что он, ну, как бы, испугался, да, то есть, там уже приближаются, чтобы там победить, как бы, да, и он, как бы, он не испугался, как бы, принес, как бы, жертву, да, и потом через время приходит, как бы, пророк Самуил, и вот как вы думаете, как он себя чувствовал? Да, вот если бы хотя бы немножко, то есть, да, немножко, как бы, вот так подождал бы, да, то есть, было бы совсем все по-другому. И интересно, что Писание нам говорит о том, чтобы мы имели, ну, терпение, то есть, очень много, а лучше долгое терпение. И что это такое? Это дар от Бога, ну, как даровано, да, ну, как исцеление или там еще какие-то дары? Или это какая-то способность, ну, в человеке? Знаете, Писание говорит нам, что терпение, это является плодом Духа. Я хочу зачитать Галатам, 5 глава, 23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долгое терпение, благость, милосердие и вера. И знаете, в синодальном переводе слово Дух написано в маленькой буквы. Но когда мы смотрим, ну, другие переводы, и когда мы вообще читаем в целом, то здесь именно говорится не… Потому что, ну, если в Писании, значит, указано Дух маленькой буквы, то это говорится о нашем Духе. Если Дух с большой буквы, то это говорится о Святом Духе Руха Кодыш. И здесь говорится в большинстве случаев о Святом Духе, что Он производит. Потому что человек по своей данности, по своей греховой данности, он утратил вот эти вот качества, там, ну, любовь, там, радость, настоящую Божию. Но он как бы может иметь другой заменитель, как мы говорим, что, да, то есть это вместо, вместо любви, там, мы имеем другие какие-то, там, да, там, страсти или что-то еще. Но не любовь, которая превыше, то есть это, да, агапа-любовь, или которая, действительно, может положить свою жизнь за ближнего. Вот. И здесь… Но Дух не с маленькой буквы, а с большой. Дух Святой, который в нас, Он производит эти плоды, если мы соединяемся с Ним и находимся под Его контролем. Потому что человек по своей греховности не обладает этими качествами. Он, ну, в загале, он не имеет их. Это не данность человеку. Он как бы их утратил. И Дух Святой, Он может воспроизвести, когда мы, когда мы находимся под Его, как бы, контролем. И интересно, что первые три качества, они отражают состояние, как бы, ну, нашей души. Они говорят, да, то есть о любви, о радости и о мире. То есть это мое, как бы, внутреннее такое, как бы, да, вот, ну, от Духа Божьего мое внутреннее, как бы, да, состояние моей души. А следующие качества, да, они уже определяют мое поведение, которое не зависит от внешних обстоятельств, поскольку они основаны на осознании того факта, что все находится под Божьим контролем. Потому что терпение, там, долгое терпение, то есть это уже, скажем так, внешние вещи, ну, которые помогают мне правильно, ну, как бы, влиять. Ну, то есть, да, то есть и так далее. И интересно, что я так, ну, благодарю за Бога, за Духа Святого, который действительно, когда мы соединяемся с Ним, когда мы находимся в Его контроле, ну, в хорошем, в хорошем смысле, то эти качества, они присущи нам. То Он может, да, человек по своей, как бы, ну, греховной натуре, Он не обладает. Хотя можно как-то пытаться, знаете, есть врожденные, есть какие-то приобретенные вещи, там, как-то стараться приобретать и так далее. Но, как мы видим, да, в жизни, что не хватает. Вот если бы такая была бы кнопочка, да, то есть нажал на кнопочку, у тебя появилось долготерпение, да, нажал на кнопочку, у тебя появилась любовь. Но есть Дух Святой, который живет в нас и который дает эти качества. Для чего? Для того, чтобы мы не сделали скороспешных решений или каких-то лишних решений. И интересно, что я бы хотел бы еще уже завершаю. Есть моменты, когда… Хорошо, когда мы сделали, допустим, ну, как народ, да, сделал во времена Маше, да, то есть все-таки поспешили, что дальше, что делать. Иногда бывает такое, да, то есть мы поспешили, мы что-то сделали. И там наломали дров. И мы видим по истории, что, знаете, Бог, Он есть Бог второго шанса. Даже если мы сделали что-то, ну, поспешили. И мы видим, что Бог, Он начертал новые скрижали. Это означает о возобновлении, возобновлении Завета. Знаете, и как здорово Бог пишет о себе в книге «Исходе», 34 глава. Он говорит, кто Он есть. И нам очень важно знать, иметь правильное представление о Боге. Иногда в нашей жизни мы совершаем какие-то ошибки по разным причинам. И мы думаем, что все, это конец. Но знаете, Бог дает второй шанс. Бог начинает писать вторые скрижали для нашей жизни и дает нам еще возможность все-таки идти тем путем, который Бог определил. И в книге «Исход», 34 глава, с 5 стиха, я хочу этим местописанием завершить, и написано «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Это наш Господь. Поэтому пусть Господь вас благословит, дорогие друзья. Все-таки полагаться на Духа Святого, который это качество, как долготерпение, которое не присуще человеку, Бог может его нам дать. Ну а даже если мы сделали какую-то ошибку в своей жизни, знайте, что Бог, Он есть Бог второго шанса. Пусть Господь вас благословит. Аминь.